Здравствуйте, с вами вновь Филариса Левинская и сегодня очередная рекомендация к прочтению. Я не часто на своем канале делюсь рекомендациями к прочтению художественной литературы. Первое исключение из правил это было Айн Рэнд, ее книга «Атланд расправил плечи». А сегодня я решила продолжить и продолжить он к прочтению другой роман Айн Рэнд, это книга-источник. Когда читаешь первый роман и второй, немного некоторые параллели проводишь между двумя романами. Конечно, «Атланд расправил плечи» он более масштабный роман и по объему, и по продолжительности действия. Источник читается не менее легко, увлекательно. Я не буду вам пересказывать содержание этой книги, делаю это неблагодарное. Скажу, что во многом Доминик в источнике похожи по характеру, по мироощущению. С главной героиней в романе «Атланд расправил плечи». Так же, как Джон Галт отдаленно напоминает Рорка в романе «Источник». Кому я бы рекомендовала почитать роман «Источник»? Ну, чисто с практической точки зрения, конечно, будущим архитектором. Поскольку главный герой этого романа – это молодой, талантливый архитектор. Я далека от архитектуры, скажу вам честно, но благодаря этому роману я стала лучше понимать сущность архитектуры. Лучше можно даже разбираться в стилях. Еще этот роман я бы рекомендовала прочитать тем молодым людям, которые стоят на пороге жизненного выбора, своей будущей профессии и не могут определиться, стоит ли прислушаться к внутреннему голосу, либо поддаться влиянию родственников, близких и выбрать другой путь. Вот, почитайте книгу и увидите, как человек, у которого были склонности к живописи, его тянуло к живописи, он поддался советам матери, стал архитектором, никому не нужным, никчемным архитектором, скажем так. Сначала карьера была успешная, но затем, что было затем, вы ее прочитаете в страницах романа. Хорошее словосочетание, очень емкое словосочетание, которое я внесла в свой салварный запас – это «Жизнь из вторых рук». Часто появляется в финальной части романа это словосочетание. Я очень хотела бы, чтобы как можно меньше людей в наше время и в последующее время жили жизнью из вторых рук. А если кратко спросить мнение, о чем роман, я бы его обозначила так. Это роман о современном Прометее, человеке, который несет в мир что-то новое, созидает реакцию окружающих, реакцию самого человека на все происходящее. Именно этот роман. Но надо дать должное Айн Рент, что все ее романы, все, я так образно говоря, по двум романам сужу, они заканчиваются с хорошим концом. Хэппи-энд в обоих книгах. Я надеюсь, что я вас заинтриговала. Итак, читайте роман «Источник» американского писателя Айн Рент. Спасибо вам за внимание. С вами была Лариса Левинская. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok